приветствую всех любителей отрицательных температур и не только это frost панк и мы продолжаем мы продолжаем замерзать мы продолжаем страдать мы продолжаем болеть короче мы продолжаем на чем мы тут остановились после ознакомительной серии так сказать что-то у нас исследуется я уже не буду чертежные доски что они дают технологии первого уровня а я хотел генератор до прокачать по поводу ваших комментариев от предыдущем видео посоветовали чтобы от голодания избавиться поставить еще палатки охотников или как они называются хижина охотника охотничья хижина потому что тут же идет с одного сырого мяса скажем так сырой еды два пайка да и получается у нас 180 человек это получается нам нужно 90 сырой еды чтобы кормить всех притык скажем так чтобы никто не голодал один лагерь охотников приносит по 20 у меня их сколько у них три или два раз два три у них 4 мы приносим 80 то есть еще один лагерь охотников и голод уйдет но у нас не хватает рабочих лагеря охотников могут трудиться только рабочие а у меня у меня есть немножко рабочих немножко инженеров можно раскидать туда-сюда и один автоматон которого мы привлокли кстати также сказали следуя автоматонов заводы строительства поскольку автоматоны они вот этот красавчик не знаю когда переводится норвежский свет light это вроде ну ладно не суть этот автоматон он работает на добыче угля и в чем плюс автоматонов как мне написали да и подсказках вроде это было что они работают и днем и ночью при любых условиях температурах а температура как я понимаю в дальнейшем будет только понижаться 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 изначально она была минус 20 теперь уже минус 30 немножко посчитывает скажем так и по поводу еды и по наверное на пустой суд надо будет переходить в законах не тут не в экономике в законах возили законы адаптация книга законов у нас принят закон радикальное лечение кладбище и бойцовская арена неплохо и помогает нам на самом деле на закон о дуэлях пап надо посмотреть сайте что это открыла дополнительные на бойцовской арене люди вечером собираются они поднимают настроение у них меньше меньше недовольства и кстати еще у меня было недовольство накапливалась из-за игнорирования жителей я думал что это такое никак не мог понять блин у нас ни хрена не хватает этой скажите мне ни хрена не хватает угля так вот недовольство жителей за игнорирование это облачки которые тут всплывают оказывается если их пропустить я просто в суматохе не замечал некоторые видел щелкало некоторые не видела вот если их пропускать люди принимают это за игнорирование как будто тебе на них насрать и из-за этого они выказывают свое недовольство так что нужно следить еще за этими облачками вроде бы о чем я хотел поговорить с углем у нас проблемы конечно блин у нас вот тут люди на угле есть но тут максимум на угле но все равно этого не хватает еще и холодно и надо прокачивать уровень мощности но для второго уровня мощности нужен будет 200 процентов расхода угля мы не справляемся с первым уровнем мощности у нас не нет угля недостаточно нужно наверное еще один угледобытчик ставить туда тоже нужны будут люди у нас в одно упирается в другое это печально что я хотел по законам наверное принять хотя секунду да сейчас посмотрим куда я отправил нашу группу разведчики или как они тут называется да они едут не винтерхоум они едут вот сюда в угольную шахту да и за углем очень далеко им идти надеюсь они дойдут посмотрим так вот по законам глянем что нам делает дает папка и но понижает недовольство да в этом новом суровом мире люди все равно нужно расслабляться после работы крепким напитком доброй компании новая постройка пап построить и построить посетители папа испытывает меньше недовольства надежда немного растет нужно будет построить пап для этого нужно 20 древесины 10 стали я не помню сколько у нас стали дерево то у нас было прилично закон о дуэлях дуэли на инструментах разногласия между людьми которые каждый день рискует жизни можно решать смертельной дуэли после введения этого закон так понятно недовольство снизится навсегда каждая спонтанная дуэль будет слегка вмещать недовольствие иногда бы люди будет погибать на дуэлях но это такое себе а как не будут вернуться я допустим это закон а вот так вернуться вот суп и пищевые добавки я наверное все таки придется нам вот это вот использовать пустой суп немного уменьшится надежды недовольство немного усилий за падение поедание супа выдает вызовет недовольство или сейчас немножко потерпеть посмотреть построить еще охотничий дом все-таки по еде так рано поедем и все-таки немножко выравниваем ся по добыче кухонь хватает они успевают я думаю приготовить тут у нас двойные пайки для больных открылась и переполнение что за переполнение свой площади мид очередения по максимуму если придется класть больных на пол вместительность медицинских учреждений удвоится использование до вместимости будет вызывать недовольство недовольство усилиться можно давать больным до пайки чтобы помочь им вызовет новую возможность до пайки да мне так еды не хватает какие до пайки дом опеки мы это а нет нет за дешево содержаться специальных домах но и постройка дом опеки тяжело больницы держится в домах опеки не занимает места санитарных пунктах обитатель домов пеки получают половины поек надежды немного растет ну блин вроде неплохо звучит да тут кладбище открылась похоронная церемония те кто отдал свои жизни на службе города достойной высшей почести мы устроим для умерших церемонию похорон чтобы вдохновить живых уровень надежды падает двое меньше из-за смерти понятно принципе неплохая тема правда на этот закон займет потом время на откат будет идти для дальнейших законов чрезвычайная смена тоже хочется взять и хочется честно говоря взять детский труд надежда упадет увечья вот увечья блин чтобы они в кухнях работали или теплицах да потому что рук не хватает а тут плюс 15 человек на кухню можно будет их кинуть детский труд любые работы в дальнейшем это совсем жестко это тогда нигде детей нам тут не хватит я вот не знаю наверно возьмем детский труд безопасные работы люди конечно будут недовольны нам это сейчас надо мы принимаем детский труд безопасный ранних и россия надежду сожрала нормально так значит ставим сюда детей на кухне у нас еще кухне есть у нас только одна кухня одна кухня делает 40 и бивчат ну то есть это вполне нормально одной кухне думаю пока вполне будет хватать это за два часа она сделает 80 до еды сколько нам нужно нам нужно 100 погоди 100 получается нам нужно 180 пищевых пайков правильно что всех накормить а у нас делается по 40 40 что 40 единиц просто лично 4 пищевые пайка из двух еды меня вот это немножко смущает от 44 если это будет с ракет ну да за рабочую смену они вполне будут успевать все это сделать куда еще можно детишек пристроить потому что мне нужны рабочие на еще один дом охотника лес у нас есть пока сталь тоже есть тут что лесопилка я пока сюда убрал людей а стали нас туда бывает стали литейка у нас стоит я про нее и забыл там пять инженеров трудятся на сталелитейном да нужно еще генераторы да вообще много чего нужны не ресурсов катастрофически не хватает катастрофически детей я уже везде запихал куда только можно нужно инженеров теперь запихивать в места где могут работать инженеры здесь рабочие где нас инженеры помогут работать вот тут на сборе могут инженеры работать давай вот так пускай инженеры туда и дети там дети могут работать и серьезно странные за это небезопасно и мне кажется работа рода угли таскать нам надо дойти не замерзнуть на хрен и помрут так ребята надо на секунду прерваться сейчас вернусь продолжаем что этот подумал я хотел 2 это отставить были добытчик в смысле достигнут лимит храни ничего написано достигнут лимит хранения лимит храни ничего я не понимаю на складе местном больше нет вообще да ли что уровень производства результата уголь ниже уровня потребления запас уголь хватает внутри часа я понимаю что по хранению что не вдупляю или а вот тут нами имеется ввиду лимит я к чему о чем я говорил про угли добытчики там же что пишут в результате образуется куча объемом до 560 угля за обычный рабочий день ну да 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 наверно да то есть 2 поставить зачем у меня все равно не хватает людей пока на добычу угля конечно может детей туда отправить ну значит совсем хорошо как то все чтобы они с двух куч собрали мы просто не успеваем но второе были добычи копеек как я и говорил опять нужны люди людей нет чтобы обслуживать у нас этот обслуживается автоматоном а там нужны люди далее что закон я принял да по поводу детского труда ну вроде надежды немножко упал но я надеюсь восстановится все угля у нас не хватает катастрофически не хватает угля и нам нужно еще один этот ставить скажите еще одну охотничьей хижины сейчас я уже даже не знаю куда оставить тепло и оставить не обязательно потому что у нее фото и своя неплохая можно усилия ткнуть просто сейчас дорогу еще куда-то прокладывать это тоже такой себе варик тут у нас живой район получается здесь тоже как бы все понатыкана надо все перестроить но я думаю потом когда нам доступ будут доступны дома если они нам будут доступны можно тут поставить за этим за шаром за маяком если они нам будут доступны эти дома улучшенные не всю жизнь палатка жить можно будет потом уже перестраивать и смотреть сейчас у нас мягко говоря немножко не дает его сложности некоторые дам вот тоже я не могу ты нажимаю проложить улица не могу это я это моя кривожопость извините вот так надо их проложить и построить охотничью хижину правда она сожрет но она не туда не сюда видите она не такая большая как эта хрень и побольше немножко центр для изучения или кому-то называется работаем мы ведь можем дать образование хоть кому-то из них до детям нужно учиться они работать блин вы не видите что происходит детям нужно учиться они работают и надо на гниль давить кто не работает тот не ест нас так проблем выше крыши так 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 облачко надо уметь ловить эти облачка помощь не трудоспособны меньше вреда сэр доктор хочет обсудить радикальное лечение был полевым хирургом во время войны с бурами и совместно с членами королевского общества стремился улучшить статистику потерь конечностей в армейских госпиталях я придумаю как сократить число ампутации при радикальном лечении инженер не может работать надежда не сможет работать надежда немножко вырасти давай меньше ампутации это хорошо у нас вроде есть еще один инженер который может допихнуть нет его нет у нас есть один рабочий лишний скажем так у нас так 10 коллег уже твою мать угля угля вообще нет мы эту ночь не переживем что мне кажется с углем вообще жестко все у нас базовая эффективность 47 потому что люди работают болеют правильно на лечении 7 человек наверно надо было автоматом сюда ткнуть а вот сюда поставить все-таки потеплее чем здесь до делаем так пусть автоматом добывает уголь базовая эффективность не вроде даже побольше будет 6 вечера же ну все эту ночь мы не переживем ребятки там еще холода близится нас просто нет угля он вырубился генератор автомат он ушел на подзарядку ну просто зашибись да готовьтесь голодной смерти так сказать ну тут тоже эффективность нулевая практически поскольку народу нет так откуда ты чуть-чуть угля выцепили врубаем вот он ковыряет ковыряет блин это это просто трэш это просто жесть ребята это жесть за каждый за каждой единичкой ты смотришь чтобы лишь бы хватило тебе на это все гадство так у нас стоить их уже нужно еще что-то строить что нам нужно еще строить ухо не хватает а чё строить нечего строить надо ждать за углем люди пошли у нас просто нет выбора у нас 20 детей детей не в ней на угледобытчик не поставишь у нас нет выбора надо просто ждать самое страшное это ожидание так у нас 4 утра ну вот автоматом ковыряют уголь по чуть-чуть и поддерживает на минималочки просто на немалочки ребята у нас еще много дел да у нас много дела ребята давайте новая смена такого жизнь да 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 не унываем люди голодают правда не очень сильно это хорошо я должны и бы принести эти наши как как зовут скажите мне забыл разведчики или кто охотники автоматом это конечно хорошо но он держит прям вот на грани нам нужно еще одна куча угля а все кучи угля мы аннигилировали а до угольной шахты нам начать и скачать да но же больше угля нет так чертеж теперь можем изучать технологии первого уровня да спасибо тут автоматом и да так нет это я открывал ни туда ни туда вот сюда вот сюда технологии первого уровня а для всех мы можем но нужно больше разведчиков это неплохо но у нас нет людей ресурсы улучшение склада ресурсов блин угольная шахта позволю строить угольные шахты получить за обычный рабочий день из подземной залежи у нас есть у нас все это есть давайте ребята это это наше спасение я надеюсь угольная печь это что такое позволит строить угольные печи сжигает в пламени 70 древесины за обычный день производит 200 ах черти а питаются меня взять этим тогда надо увеличить добычу дерева на дерево то у нас столько много не потому что мы такие топовые добытчики хотя лесопилку я поставил 80 дерева до за обычный день то есть почти все дерево будет сжираться вычинная лесопилка на 25 быстрее угольная печь или угольная шахта мне давай шахту и мы шахту нам это надо поедима наверно выровняемся немножко я думаю а вот сейчас мы просто мороз сейчас долбанет и все и досвидули генератор вырубился да мы уже не справляемся этот на подзарядку ушел так по еде нормально но гордость помощью нетрудоспособным даже было это сэр один мужчина ставишь не он должен жить на улицам привели его к вам чтобы вы переубедили послушайте все что у меня было я заработал сам будь я проклят если стану ночевать под крышей но не смогу отработать ночлег с тех пор как я потерял руку работами не видать значит так тому и быть он собирается уходить и вздыхает для таких как я в лондоне были особые дома тут не лондон сынок пять дней построить дом опеки тут не лондон сынок у меня сейчас нет времени на дома опеки и на прочую ерунду хочешь лондон ты знаешь откуда мы пришли отправляйся в лондон а это такие доходники что угольные шахты изучены ребята ребята ставим шахту сейчас уже работа закончена уж строй кто закончить я надеюсь надо делает нам это шахта нужно просто как как воздух вот это мне кажется самое близкое расстояние не знаю необходимых необходимых ли вот так вот прокладывать но пока дерево есть давайте темпе правые ядра ценный свет мы только что впервые использовали паровое ядро правые ядра необходимо с необходимые являющие особо сложных технологий призвать правые ядра в городе нельзя остается лишь надеюсь что разведчики будет находить я понимаю что это ценнейший ресурс на этот ценнейшее здание сейчас холодное жилище капитан обеспокоены низкой температуры я беспокоен тем что у меня глаз чешется но я с этом об этом не жалуюсь заболеть приносится так нужно начать отоплить холодные дома в течение двух дней не до этого ребята недовольство на бойцовских аренах утоляйте скажем так а зима у нас холод стукнул да нет пока вроде нормально так тут почему-то нельзя построить я уже такое видел только не помню почему вот здесь я не мог построить или наоборот они станет и наоборот они строят давайте но в темпе родные мои давайте ситуация катастрофической просто сейчас эти почти дошли до туда если бы не этот блин прекрасный автоматом я не знаю чем мы делали это было бы на может начало конца больные снижаются хорошо что количество больных снижается это значит что можно инженеров убирать из больничек пациентов 0 далее я же больниче тут набабахал вот так из двух пока уберем остальные оставим построили клик построили можно автоматом задолбить но автоматом это автоматом он все равно на 60 процентов будет изначальной работа я можно поставить туда инженеров а тут всего 10 человек давайте давайте мы должны зарешать это как-то все угольная шахта дальше что улучшенная лесопилка да потому что об этом угольные печи собираюсь ставить чтобы у нас хоть как-то был был было дерево потому что угольная печка будет сжирать до 70 единиц дерева а тут добыча 80 у нас будет 10 оставаться плюс это это еще 25 процентов или все-таки увеличенный радиус генератора позволяет увеличить радиус генераторы расширить тепловую зону внимание генератора потребляет доли так понятно а вот это что такое позволяет повысить температуру всех тепловых зонах на один уровень внимание генератор потребляет а и тут и тут он будет потреблять больше до 2 больше угля с этим пока мы по придержим вот больше бы разведчиков у нас народу не хватает у нас не хватает сейчас народу что у нас тут по идее вещи теплицы барак жилища 10 человек защищены от непогоды были хорошая тема полученный пункт инструмент позволяет центр на 10 процентов еще лучше это все очень необходимо я просто разрываюсь между тем что выбрать теплицы здесь можно выращивать некоторые стойкие культуры получает 30 серой единицы в день ага нужно вот это хреновина это опасно пока с паровыми ядрами шутить у нас их всего 2 2 штуки осталось нам главное сейчас отопление поедем и вроде чуть выровнялись пока что пока население не растет значит делаем все таки лесопилки давай я даже сюда сейчас отправлю вот этих четверых инженеров пусть по чуть-чуть по чуть-чуть добывают генератор отключился знаю потому что это тварь на перезарядку пошла откуда у нас уголь идет я не понимаю кто-нибудь можешь не объяснить я могу посмотреть но автомат он или он несет с собой и сейчас откуда у нас добыча угля происходит баланс угля добыча угля в день расход угля 0 генератор на паровые центры обогреватели 13 штук а у ничего везде обогреватель включен еще за расточительство блин дубак долбанул такой причем приличный но не могу ничего еще включать я не могу подождем пока температура немножко спадет ок разведчики достигли цели угольная шахта ребята исследовать так автоматизированную угольная шахта давление главного механизма в норме но добыча приостановлена снег вокруг не тронут в воздухе висит гнетущая тишина поиск может дать уголь ищем больше угля чем нам нужно до недавнего времени это угольная шахта функционировала машины сейчас не работают но сами они судя по всему исправны возможно шахта просто исчерпала свои запасы или заполнилась вся погрузочная площадка разобав оборудование можно раздобыть немало полезных деталей так забрать уголь мы заберем только найденные только ресурсы найденные на месте позже будет возобновить работу в шахте или разобрать оборудование на ресурсы мы получим много ресурсов вызывает с рабочих тоже не получится да я бы эту шахту честно говоря как-нибудь задействовал 205 леса два этих паровых 200 стали эта игра просто измывается надо мной нет давай только уголь заберем и домой уголь и домой сколько вы домой будете идти один день угля конечно копейки 200 всего но так аванпост какой-то что это такое стоительство one пост центра позволяет назначать людей на работу в отряде davon поста он по центру позволяет создавать отряды one пост one постов нажмите на здание чтобы открыть меню one post центра и создать отряд это типа вот на шахте могу one post и сделать отправьте команду one post а чтобы построить он пост среди морозных земель ну да 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 там где много ресурсов эти ресурсы будут присылайте за ванпост в город раз в день пока вы не прикажете команде вернуться в город отправка отряда чтобы отправить отряда ванпоста выберите его нажмите так понятно сколько это стоит 40 20 и 10 ладошек да у нас нет 10 ладошек у нас и 5 ладошек это вот здесь вот здесь нет а где в этом он пост секунду пауза добытчики добытчики здоровой технологии маяк паровой центр еда здоровья люди секунда что там в людях бойцов карина так извиняюсь угольные шахты отряд отправьте отряд иванпост и построить иванпост а где мне этот отряд найти ребята я не догоняю читает уплыв опять он пост-центр элементами надо изучить да скорее всего давайте посмотрим лесопил когда грейдится ресурсы для здоровья и изучение мира вот аванпост центр да 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 это во второй блин это долго я понял работаем запускаем эту хреновину пока у нас есть еще остатки робот пошел робот на зарядке еще стоит автоматом наш кстати еще игра мне напоминает я говорил боя шок до infinite но и не этот дизонард вот точно дизонард это еще больше там какие же были автоматом и или там были люди которые на этих автоматом катались лучше не помню топовая игру на самом деле всем советую 1 2 прям прям от души неплохая игра так 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 ты в зарядился и работой температура падает ел твою мать температура падает скажем не ухладнее не замерзнуть на свете минус 40 это жесть все теперь надо врубать как говорится надо врубать наполню на полную даже тут уже прохладно а тут прям дубак вот где низкий риск заболеть и еще мою мать здесь прям холодно а он не захватывает до единственную палатку и не захватывается рано и надо сюда поставить будем расширяться здесь где это 20 стали это у нас есть ладно так у нас один стоит значит надо вот как-то вот вот на этот краем уставить на этот вот на этот даже здесь надо отопление в рубе час уголь улетит конечно весь добытый уголь улетит и метра ребята за работу у нас в смысле время досуга а время досуга до восьми до заработал так наши охотники вернулись сильной что происходит это такой у нас свободных мест нет а ну ладно все забыли сделать что мы тебя не видели в поисках других городов мужчины из винтерхоума ага я сам не пришел в интерхоум значит в интерхоум пришел ко мне на крайне города мы обнаружили изможденного мужчину он сказал что пришел из винтерхоума поселение расположенного неподалеку от нас и что он последний выживший чудесно в интерхоум мертв все погибли нет надежды выжить этой в этой проклятой пустоши вы все обречены вам нужно бежать это были его последние слова понятно но мы убедились мысли из наших людей это не наши люди новости потрясли жителей мы ожидали найти множество поселений строительных бригад людей живущих обычной жизнью отапливаемых генераторами домах мы остались совсем одни надежда падает ребят нет не нравится это какой-то бунт путешествие сюда была ошибкой нужно вернуться без паники мы еще живы надо учиться на своих ошибках не надо было покидать британию ёп твою налево что происходит они все мертвы надежда вообще почти в нулину ушла сейчас похоже будет бунт winter home пол они все мертвы как нам выжить тут одним без помощи надо вернуться в лондон в этой земной пустыне для нас нет надежды возвращаемся собираем монатки ности о winter home и расходится по городу люди начинают организовываться некоторые хотят бросить все и бежать с лондона начинается паника нужно дать им цель так тут у нас пути появляются люди потрясены объяты страхом и не уверенностью они потеряли надежду выжить отчаяние может толкнуть их на безрассудные поступки нам нужно объединить их дать надежду на будущее выберите общую цель и выдущие видите жителей иначе город погибнет в пучине хаоса поглотившего винтерхоум вот не было у меня проблем и этот хмырь дошел из винтерхоума один и умер у нас прям на подходе к городу надо будем так показательно умереть и наговорить этих гадостей мог и помолчать порядок и дисциплина вера и духовная сила типа или мы уверуем или мы будем отлавливать несогласных и бить их палками да не так понимаю порядок и дисциплина но люди будут бояться даже не знаю она доступны новые законы порядок они доступны новые законы вера ну так то мне кажется веру выбрать актуальней если они уверуют они будут как фанатики их можно такой степени в эту веру склонить что они будут все тяготы и лишения на связанные с их жизнью переносить и просто биться лбом об пол молиться там и что-то в этом роде порядок конечно это порядок это пожестче все но тут мне кажется свои минусы что люди могут сбунтоваться если их слишком сильно закрутить гайки а здесь тогда какие минусы что люди слишком уверуют и не будут меня слушать я не знаю время не знаю что выбрать давайте на ли все таки веру и духовную силу потому что вера в нечто такое может придать сил чем обычный порядок дисциплина в любом случае людям надо во что-то верить давайте мы возьмем веру и духовную силу дом молитв место где можно спокойно проводить религиозные ритуалы так новое здание дом молитв новая возможность проповедь дом молитв храм живущие поблизости будут молиться это повысить их надежду нужно построить два дома молитв юб твою мощно не так дорого стоит небольшое сооружение для молитв молитв проповеди и скромных церемоний сердце людей и сердца людей живущих рядом с домом молиться наполняется надеждой проповедь восстановление два дня в молитвенных домах остается короткая проповедь надежды немного взрастет давай выбора нет надежда на нуле так посмотрим возможности здания подписав закон вы открыли новую способность здания способности зданий влияют на общество самыми разными путями все способности восстанавливаются после использования многие из них тратят ресурсы подобно подробное описание способности можем читать в панели здания понятно надо строить дом молитв меньше ампутаций помощь коллегам сэр здесь доктор желаешься кратической ампутации при радикальном лечении добиться результата да молодец это безусловно нетривиальный метод и мои высокоученые коллеги с отвращением отвергли бы эксперименты которые мне пришлось проводить но это работает число ампутации при радикальном лечении должно сократиться вдвое он стремится вернуться к работе испытать свой номер отлично ночью надежда не растет и не понял просьба одну все-таки просьбы просрал я не понимаю надежда почему не растет ребята ампутации меньше я не вижу улыбки на ваших лицах нужно еще два этих удобных дома построить который зажрут у нас последнюю древесину значит один строим здесь где у нас жилые дома не здесь и не давайте здесь он почти захватит все идея где он еще жилые дома один строим в этой части а другой вот в этой сделаем это вот так вот вот ну-ка да а второй вот в этой парочка домов будет не захвачен ничего страшного вот так вот надеюсь я об этом не пожалею дерево почти в ноль ушло наконец-то давным-давно надо было построить дом молитвы я построил поиски так дом молитвы построить два дома давай давай надежда подрастет за выполнение задания работаем ребята неубежденные хотят покинуть город вы чё хренили мать вашу капитан вы убедили большинство на надежды 100 осталось мало некоторые так напуганы что хотят бежать в лондон они грозят покинуть город через 15 дней они пришли чтобы они пришли попробовать вас переубедить говорите вера нас спасет чушь нам что молиться иди когда начнем голодать ну логично кричит надо его запереть чтоб он не сеял смуту если не попадем в лондон закончим как бедняги из винтерхоума спокойно мы не погибнем лондонцы мнение разделились некоторые так напуганы что хотят покинуть город отправиться в лондон они постараются убедить остальных вот собаки страх может локнуть людей на отчаянные поступки поддержите мир надежду я понял надо быстро строить это дело тенденция 14 дней но две недели у нас есть я думаю если мы не умрем раньше времени то мы успеем у нас есть запас по еде кстати неплохой так отопительный сезон пошел конечно не очень тепло но хотя бы так надо нам выйти на нормальную добычу угля ребята строим фанатические дома трогим у нас рабочих нет есть очень и строит они строят потихоньку мало народу просто окна по еде вроде норм так вид закончился рабочий день поэтому где у нас бойцовская яма вот она да давайте достраиваем дома надежда надежда растет так что у нас молитвенном доме никого не надо сюда при припахивать до проповедь она ничего у нас не забирает проповедь слова наших духовных лидеров восстановит надежду аминь ребята чем мы больше чем половина людей есть доступ к молильному дому пассивные эффекты жить рядом с молитвенном домом искаться на людям благотворно не появляются великие цели да 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 уверуйте братья и сестры уверуйте это наша единственная надежда сейчас тут молитвенном доме немножко холодновато потому что до него не достает этот да да к сожалению ничего веруете и вы не заболеете молитвенные дома построены дома молитвы были построены теперь людям есть где помолить и найти успокоение вере надежды растет надежды растет ага то есть я думал в каждом молитвенном доме можно и зануть молитву нет не в каждом надо было наверно не в этом а вот в этом хотя у них охват плюс-минус не у этого побольше веруете и все тогда с вами будет хорошо дерево просила у нас нужно отправить туда вот так вот еще людей отопление включен но все равно тут адский дубак обогреватель практически ничего не дает так лондонцы что по за ногу лондонцы эта группа напуганных людей которые хотят вернуться в лондон так как ошибочно считают что только там можно выжить люди будут присоединяться к лондонцам при низком уровне надежды уходить от них при высоком лондонцы представляют угрозу всему вашему управлению затевают конфликты и призывает других покинуть город серьезность конфликта зависит от состояния общества в целом я понял тенденция пока идет на подъем надо надежду увеличивать взрослый умер падение винтерхолма мы можем принять не можем пока принять закон по погребальных церемониях или как там похоронные церемонии чтобы нужно второй уровень мощности или даже не второй радиус радиус надо расширивать расширять точнее так люди болеют люди выздоравливают но люди болеют люди болеют потому что мерзнут по идее вроде пока норм дать потихоньку люди заболевают надежда 130 человек живут рядом с малыми домами они можно будет просто дома потом переносить кто-нибудь сюда чтоб люди уверовали так у нас что у нас 5 утра ряды пополняются да я понимаю до надежды не падает она растет просто не торопясь интересно если у капитана план есть так люди присоединяются комнатам сэр и те кто хотел уйти в лондон успешно убедили своих друзей соседей последствия легче убедить надо надежды увеличивать можно конечно еще один мобильный дом построить но у меня ресурс уже под него не хватает вот где-нибудь здесь он тогда будет захватывать остатки вот три дома всего и тут 12 то есть тут домов то немного чтобы эти молени строить так ребята на секунду придем сейчас вернусь так продолжаем будем наверное е я думаю как надежды восстановить у нас все таки 14 дней до осталось а молитвы у нас откатывается а по два дня е-мое я думаю побыстрее у них недовольство холод дома и одна просьба проигнорирована потом посмотрим экспедиция успешно вернулась угля где надежда ребята мы уголь принесли все больше людей нас болеют потому что холодно так надо вас кого-то отправить так сюда надо отправить этих разработчиков большая колонна что с большой колонной ну давай раз тут нет ничего идем сюда свободных работников нет пока места вроде еще есть так рабочий день начался ребят работаем так улучшенная лесопилка изучена хорошо дальше что нужно на отопление нет генератор до улучшенных обогревателей еще очень далеко я просто думаю если вот увеличу радиус будет это полюсоваться наверное нет потому что вот здесь 11 и здесь куда уже не достает тоже 11 11 может конечно санитарный пункт точнее барак поставить но он дорого стоит для постройки чтобы людей в бараке переселить на 10 процентов быстрее лечения так сколько у нас стоит эта хрень 15 древесины 5 сталь лучше чем больше а нужны люди людей нет все отмена людей нет там некому будет работать значит берем берем наверно все-таки скорость лечения хотя люди от этого болит не перестанут берем бараки нужно бараки ставить чтобы было теплее перестраивать здание еды кстати много можно даже немножко убрать вот так вот чтобы были рабочие еще как еды много еды немного еда есть и вот к чему еще у нас форсаж то делает нагрузками обвешается когда давай форсаж был баню пока что люди меньше болели надо следить за ним просто будет так недовольство ушло надежда все еще в плачевном состоянии я думаю обогреватели можно отключить где-нибудь если пищу посмотреть где они включены вот как-то так да да они вроде меня везде все отключены не успевает наши выучить технологию блин за один разок охреново возрождение веры сэр люди начали находить ходить в церковь пока прихожан немного но это может быть началом чего-то большего похоже мне хватало места где можно помолиться рад это слышать и нужно сейчас новый закон принять понимаем новый закон что у нас здесь есть дом молитв у нас есть святилище молитва людям трудные задачи раздельного и построена святилищ святилища повышает уровень надежды людей работающих рядом а это рядом с работой до можно оставить с местом где они трудятся вечерние молитвы и абсенса модель чтобы согреть не только тела но и души новая возможность вечерние молитвы вдоб дом молитв храм каждое применение получает надежды дает небольшой шанс убедить лондонцев остаться 20 пищевых пайков сука что шаг дорого в речах ребята как зачем вам пойти помолитесь и по домам разошлись пойти еще нужны вот это я хотел подписать чтоб надежды меньше падала но можно сделать и другое можно сделать и пап он 20 древесины 10 стали у нас вроде есть давай пап поставим только один пап там похоже нужны работники что-то об этом немножко не подумал так пап он не туда не имеет границу да то есть просто строишь папы люди туда ходят понял поскольку его не нужно особо отапливать на что можно да у него базовый уровень тепла нормально его можно где-нибудь ставить ну не прям так на отшибе ну зачем создать не влезает и не понимаю вроде вот так вылезает да а так не вылезает надо его ставить где-нибудь где меньше жилых домов вот тут его поставим дома я думаю сюда будем расширять в эту сторону где молитвенники вот в эти молитвенники дома молитвы я имею ввиду а генератор работает на пределе но пока работает жду не дождусь вечер в пабе с друзьями да я тоже жду не дождусь пока мы этот сраный пап построен чтобы вы негодяи были довольны жизнью нашем прекрасном мире блять тут нужны рабочие давай максимал очка в соответствии с новым законом был открыт пап или с нетерпением когда смогут у себя отдохнуть надежды растет надежда растет так отопливать его не надо рабочих мы поставили но нужны еще люди надеюсь воды кого не будут люди что там сын еще долго да люди болеют блин да хреново я вроде так уже отопление повысил 0 и все равно умудряется заболеть бараки строим бараки или они на работах болеет и не знаю на лечении на лечении идет домой наверно на работе болеет скорее всего потому что я же нужно сюда эти ставить я смогу туда их поставить больше угля будет уходить 20 стали и в мои и как дорого чтобы людей тут обогревать здесь лес еще не скоро закончится и вот здесь надо ставить потому что там все но в дальнейшем будем мы поэтому давай паровой центр сюда в обмахаем я думаю вот сюда вот он захватывает это это и вот сюда паровой центр ставим а работать они тут будут с 8 до 6 то есть ночью тут все равно никого нет поэтому можно там убрать так по построили по построили ура лондон c какого хрена вы все еще вы собираетесь уйти я же вам папа построен радуйтесь нужно им еще одну бойцу скорее наткнуть она у нас занимает изучать где-нибудь вот здесь 15 древесины так вот у нас показывает до захват вот у нас есть дома еще цена отлично влезет и займет большую часть вот так даже вот так вот давай так 7 больных людей им негде лечиться да да скорее всего куда инженеров скинул и не помню здесь у нас 10 инженеров трудится здесь четверо блин я не помню куда инженеров скинул а я смогу посмотреть вот так да да так инженеру у нас работают в госпиталях 10 инженеров у нас работает на шахте и 5 инженеров сталь ковыряют еще тут инженеры тут инженеры обслуживают вот так хотя бы чтоб какую-нибудь группу народу туда принять в больничку так у нас рабочее время началось 20 детей дети дети вы меня извините но вы пойдете у нас работать собирать уголь автоматом собирает уголь дети вы пока не идете собирать уголь вы я даже не знаю куда вас поставить больше никуда детей не могу поставить да ладно давайте построим сначала эти вещи потом будем смотреть куда послать детей так вот так вот здесь вот так вот чтоб люди не болели вот так очень низкий шанс заболеть здесь почему-то нами только построилась поэтому да еще не обогрелась да вот так вот так экономим уголь чё там с молитвами пока глухо так построили еще одну бойцовскую арену и надежда должна подрасти а только недовольство падает надежда ну ладно недовольство хотя бы будет меньше наверно пока отрубим форсаж новая технология барак у нас то дерево надо строить бараки стали у нас мало так вот наши дома отображаются да будем сносить потом надо отсюда дома убирать вот в этих частях сконцентрировать жилые постройки насколько у нас тут этих стоят храмы да надо вот это вот удалить которые дальше от отопительных областей изучаем что-нибудь вот это вот изучаем у нас совсем мало стали осталось детей на сталь не не пришить на ребенок ранен на рабочем месте ребенок был невнимательным получил травму беспечность ребенка дать ему подзатыльник и отправить его на отдых надежда немного вырастет давай нам надеюсь сейчас нужно пускай ребенок отдохнет ничего страшного мы добавим сюда нового этим проблем никаких как говорится что с молитвами почти так книга законов что тут у нас есть похоронные церемонии я бы взял дом удовольствий самогон чего не ребята давай потому что нам сейчас по надежде надо восстанавливаться какие просьбы проигнорированы я вроде ничего не игнорировал опять я где-то просрал просьбу так рабочий день кончился они должны барак пойти построить вот это вот хибар мы должны разобрать так похоронная церемония надежда надеюсь растет с похоронной церемонии связи так давайте сколько тут получается раз два три восемь на здесь да давай тут применим опа уверуйте братья и сестры так разведчики достигли большая колонна эта колонна с работниками затерялась вам во время метели они ослабели у них нет провианта надо послушать что с ними случилось и доставить в город послушаем работники ехавшие в этой колонне направлялись winter home нам надо было ориентироваться на сигналы маяка моего не удалось поймать рассказали они мы пытались ловить его обижай агресс на стену топлива закончилось сколько их 18 инженеров 27 это быстро и безопасно я бы конечно всех принял им продажить нигде будет но зато это живая сила значит нам очень нужно они жрать станут больше отправить выживший город но тут не все дойдут на произвол судьбы нет давай сопровождаем новое место но это линдер холм остался у нас опять минус еще на два уровня юб твою мать но блин это все печально очень печально так барак построен и в нем тепло да вот этот хибару снести и сейчас кому идут люди нужны еще были в бараке строить для барака что нам нужно металл до нужен еще стали стали у нас мало и и и и и и и нам где откнуть на сюда куда-нибудь нужно больше стали добывать что это значит здание демонтируется я понял да не падает уровень надежды не надо придумывать сказки заботливая мать мать отказалась пускать дочку на работу посадишься получить травму мы можем пойти его положение на другие сосуды это ребенок нибудь работать надежда немного вырастет давай правда шум потом поднимется нам сейчас нужно надежду так тенденция есть просто добавим другого ребенка сюда а к этому и демонтировали это мы строим и тут уже прохладно да потому что это не добивает и тут прохладно не потому что не добивает а потому что я просто потому что просто прохладно скажем так это что у нас тут санитарный пункт так есть улучшение санитарного пункта почему надежда не растет я улучшил санитарный пункт люди должны радоваться нет они воспринимают это как должное так у нас уже не хватает у нас уже не хватает этого самого ну вы поняли да не хватает стали у нас очень хотел сказать теплицу можно поставить там дети будут работать угольная печь пока не вариант потому что дерево нам нужно хотя можно угольную печь поставить чтоб не думать о угле и потом генератор разгонять сейчас люди придут на лесопилку добавим кого-нибудь добавил проверяй на стали нужно больше людей так ладно время терять просто так нельзя я ничего поставить то я не могу да да 30 стали на нее нужно будет нам нужна угольная печь хочешь не хочешь как говорится от печь нужна будем пока форсаж у нас 20 человек наверно можно откуда-то убирать два пациента ну да они в принципе перейдут отсюда можно сделать так и сделать вот так нам нужно будет сталь так время досуга время досуга ладно ребята надо заканчивать уже давайте на этом остановимся конечно все все до сих пор идет на грани ой пытаемся выжить не жить а выживать прям на ниточке на тоненькой вроде по углю стабилизировали сейчас также сделаем угольную печь короче давайте подведем итоги как обычно у нас то происходит построили еще домики охотника выровнялись по еде на сейчас придут новые люди будем смотреть что с этим делать потому что опять просадка наверно по еде будет надо будет почитать сколько нужно первым надо будет изучать далее что у нас дерево добывается автоматом уголь ковыряет также построили угольную шахту все это мы выучили мы выучили угольные шахты улучшили лесопилку что больше добывалось для угольные печи в дальнейшем который мы сейчас изучаем чтобы сжечь дерево производить уголь здесь мы улучшили санитарный пункт чтобы быстрее люди лечились потому что во время холода они у нас довольно в большом количестве заболевают вы выучили бараки постройка бараков они теплее их можно строить дальше от генератора от основного и вообще надо переселять людей из палаточных этих городков в бараке но тут нужна сталь со стали у нас сейчас проблемы потому что потому что проблемы мало народу не успеваю всех раскидать точнее некого раскидывать даже в отопление пока ничего не взяли потому что страдали с углем и что также пришел человек из как он winter home называется на город который в которой мы хотели отправиться в winter home мы не успели оттуда приполз человек один скотина вот тут вот помер помер бы где-нибудь здесь никто бы его не заметил пришел мы его встретили он сказал winter home пол и вы все умрете не нужно было сюда приходить и т.д. и т.п. и все и понеслась душа в рай наши люди собрались узи генератора и начали бунтовать кто-то захотел вернуться в лондон в час эти ребята уговорили своих товарищей их их 26 человек уже но тенденцию мы остановили рост тенденции надо сейчас уменьшать у нас упала надежда почти в ноль из-за того что из winter home и никого живых нет и мы поняли что мы единственные выжившие не считают этих вот колонн или мест который мы можем найти где просто рандомные люди еще тусуются больше никого нет и нам предоставили выбор между вот цель сделайте как и правом пути мы пойдем по порядку и закону или по пути веры мы пошли по пути веры и нам стал доступен дом молитв молитвы и все такое короче наши люди теперь уверовали они верят в лучшее будущее что у нас все получится наша цель восстановить надежду до такой степени чтобы тенденция пошла вниз чтобы люди успокоились и решили остаться не идти в лондон сейчас 26 человек собираются смотался в лондон это очень плохо это очень много народу надо всячески стараться их отговаривать у нас осталось 11 дней мы юзаем молитвы по кд точнее проповеди чтобы люди никуда не уходили создаем стараемся создать всяческие блага все также построили еще одну бойцовскую арену на них кстати холодно почему не холодно потому что погода еще просела ничего не просела странно надо нее не добивает этот блин его конечно надо перестроить надо перестроить сколько он стоит не слишком близкого построил к основному до очень близко его построю к основному надо сюда куда-нибудь ткнуть сколько он стоит это я потом просто забуду об этом и по всем 20 стали таким лишь в этом не слышите сосед прям под боком сверли ладно надо не забыть перестроить короче построили бойцовские арены чтобы меньше бунтовали да это знак пора заканчивать и построили пап я еще раз извиняюсь и построили пап чтобы люди вечером могли залить свое горе и также надежда повышается как говорится как то так вроде все сказал ничего не упустил на этом на сегодня заканчиваем хардкор не думает отступать температура только падает впереди еще жестче не знаю как долго мы продержимся я уже не питаю никаких надежд что это этот забег сказать так сказать будет с печальным исходом но посмотрим на этом все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите комментарии пишите советы потому что тут без ваших советов и ну короче туда так жопа так что я на вас надеюсь если кто играл а я думаю многие играли игра довольно популярна плюс люди просили записать по непрохождение подсказывайте я буду только рад и также ставьте лайки это помогает продвижению видео чтобы больше народу посмотрели на мои мучения скажем тогда по возможности подписывайтесь на контакт трутуб если вам не сложно и на этом на сегодня все мы продолжаем мерзнуть скоро продолжим всем спасибо всем счастливо